Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Отметили тех, кто помогает выполнять свой долг участникам СВО. Глава города Елена Лапушкина вручила благодарственные письма волонтерам. Улучшение доступности. В Куйбышевском районе Самары появится новый маршрут общественного транспорта, а часть автобусов переведут на другую форму оплаты. Домик Деда Мороза на главной площади и катки по всему городу. В мэрии Самары обсудили подготовку города к предстоящим праздникам. Его нередко называют мастером создания квазимиров и фантомных метавселенных. В Самаре открылась выставка живописи и графики Дмитрия Санджиева про зрение. Завершили первую часть чемпионата России на шестом месте. Футболисты Крыльев-Советов уходят на зимний перерыв. Губернатор Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов держать на контроле вопросы пожарной безопасности при сильных морозах. На оперативном совещании в правительстве области об обстановке на территории губернии доложил начальник рекуправления МЧС Олег Бойко. По данным синоптиков, в первой половине текущей недели в Самарской области сохранятся морозы. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до минус 25 градусов. В дневное время держаться в пределах 15-20 градусов. Олег Бойко отметил, при понижении температур традиционно возрастает риск возникновения пожаров. Пока в регионе пожарная обстановка остается в норме. Показатели на 23% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Губернатор поручил главам муниципалитетов держать вопрос безопасности в период морозов на особом контроле. Пристальное внимание обратить на исправность электропроводки, так как жители используют дополнительные приборы для обогрева. Самара готовится к предстоящим праздникам. Продолжаются работы по монтажу новогодней иллюминации и арт-объектов. Ведется подготовка и на главной площади города. Там спустя несколько лет вновь заработает усадьба самарского Деда Мороза. Текущую работу по новогоднему оформлению города, а также другие вопросы, обсудили на совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Подробности в нашем сюжете. Самарские коммунальщики в эти дни устраняют несколько повреждений на городских сетях. Так, в поселке Мехзавод ресурсники восстанавливают водовод диаметром 100 мм. Параллельно службы благоустройства очищают образовавшуюся наледь. А в районе 11-го А-квартала была повреждена электросеть. Отключенные дома постепенно подключали в течение дня. О проделанных и предстоящих работах говорили на совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Она поручила ускорить работу и, насколько возможно, минимизировать неудобства для горожан. Экстремальная температура, сейчас крайне болезненные любое отключение, что по холодной, и уж тем более по горячей воде. Поэтому максимально короткие сроки, надо справляться с ситуациями. И, конечно, за наледью следить, тротуары, подходы к социальным объектам. Подготовка города к предстоящим праздникам также стала одним из основных вопросов совещания. По традиции на площади Куйбышева будет оформлен новогодний комплекс. Здесь будут елки с медиагирляндами, различные аттракционы и арт-объекты, точки питания. Спустя несколько лет свои двери откроет усадьба Самарского Деда Мороза. Интерактивные программы в нем будут проводить сказочные герои. Уделить особое внимание безопасности при проведении всех мероприятий. Такое поручение дала глава Самары Елена Лапушкина, руководителем районных администраций и профильных департаментов. В новогоднюю ночь у нас не планируется выступление артистов, но тем не менее время проведения досуга семьям с детьми, пожалуйста, мы всех приглашаем. Со 2 января на площади Куйбышева в период каникул будут работать площадки зимних забав с разнообразными спортивно-игровыми зонами. Всего в учреждениях сферы культуры пройдет более 750 праздничных мероприятий. Будут организованы новогодние представления для детей, семей, участников СВО, праздничные программы для ветеранов, театрализованные представления и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также в Самаре будет организована работа 128 катков. Они появятся на территориях образовательных учреждений и во дворах, на спортивных объектах и в общественных пространствах. Кроме того, пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление. Итоги районных этапов подведут 25 декабря. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. 63-й автобусный маршрут в Куйбышевском районе Самары с 1 января переводят на формат оплаты по транспортной работе. Новая формула не несет никаких изменений для пассажиров. Они все так же должны будут платить за билеты, но вот сами автобусы будут ходить по строгому расписанию, поддерживая ритмичность, что позволит частично решить проблемы транспортной доступности для тех самарцев, кто проживает в Куйбышевском районе. Эта информация стала известна во время встречи главы города Елены Лапушкиной с активом жителей поселка Рубежный, микрорайонов Волгарь и 116-й километр. Какие еще положительные изменения с транспортом произойдут в этой части Самары, разбирался Михаил Ермоленко. По территории Куйбышевского района проходят 12 муниципальных автобусных и троллейбусных маршрутов. Они соединяют эту часть города с остальной Самарой. Однако с недавних пор все больше жителей Куйбышевского района обращались в администрацию с просьбами улучшить транспортную доступность. Некоторые автобусы не соблюдают ритмичность, либо не выходят на линию. Я не могу уехать в 9 часов вечера с площадью революции. Просто невозможно доехать. Автобусов нет. При занятии многих, наверное, студентов заканчиваются 20 минут 9 вечера. И в 9 часов вечера уже не уехать. Вопросы улучшения транспортной доступности Куйбышевского района стал ключевым во время встречи главы города Елены Лапушкиной с активом жителей поселка Рубежная, микрорайонов Волгарь и 116-й километр. Ранее во время прямой линии жалобы на работу автобусов поступали губернатору Дмитрию Азарову. Основные претензии и негативные тенденции. Транспорт сходит с рейса, доехать до дома очень трудно, на линии не хватает персонала, некоторые кондуктора не выдают билеты. Больше всего обращений пришлось на 63-й маршрут. Признаем существование проблемы, но тем не менее сегодня поговорили о том, что мы точно не бездействуем, мы точно принимаем решения. И уже о первых решениях мы сегодня жителям доложили. Мы доложили о том, что с 1 января будет заключен контракт на транспортную работу, а это даст возможность соблюдать ритмичность, соблюдать количество рейсов на конкретных маршрутах. Сейчас с предприятиями заключены контракты, подразумевающие оплату за перевезенных людей. Поэтому некоторые рейсы с небольшим пассажиропотоком для перевозчиков могут быть невыгодны, так же, как и работа не в час пик. И все это несмотря на штрафные санкции, которые выставляет профильный департамент. После изменений, которые произойдут 1 января, оплачивать работу перевозчиков будут по системе транспортной работы, по так называемым брутто-контрактам. Средства на счет предприятий начнут поступать за конкретное количество рейсов. Для пассажиров это будет означать гарантированный выход автобусов на линию, соблюдение ритмичности. С начала года на такую систему оплаты переведут 63 маршрут в количестве трех автобусов. Как отметил руководитель департамента транспорта Сергей Маркин, в планах на следующий год также перевод на подобные контракты маршруты под номерами 36 и 76. Это очень существенно улучшает работу транспорта. В этом году, в текущем, в 2023 году, мы перевели впервые два маршрута городского общественного транспорта. Это 3-й и 13-й. У нас достаточно хорошие результаты и минимальное количество жалоб по ним. Мы перевели уже наши сезонные дачные перевозки на эту систему. Если брать сравнение с другими годами, просто резкое сокращение жалоб. В ходе встречи жители также задались вопросом, как же можно будет добраться до новой поликлиники, которая откроется в микрорайоне Волгарь. Глава Самары пояснила, что эта инициатива транспортной доступности уже рассмотрена и поставлена задача обеспечить заезд в микрорайон автобусов номер 36 и 76, которые будут довозить жителей до медучреждения. Также в первом полугодии 2024 планируют увеличить количество подвижного состава в связи с переводом на контракты с оплатой транспортной работы. Очень надеюсь, что разговор состоялся конструктивный. И люди, которые сегодня были на встрече своим соседям, своим друзьям, расскажут о том, что они здесь услышали. И, в общем-то, будем налаживать работу в Кубешском районе, в Красноглевском районе. Еще одно улучшение для жителей района, которое анонсировали во время встречи, это запуск нового маршрута номер 215. С 1 января транспорт будет ходить от центрального автовокзала до микрорайона 113 километр. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. В России отметили День Героев Отечества. Сегодня российские воины исполняют свой долг в зоне специальной военной операции. А волонтеры оказывают им поддержку, собирают гуманитарные грузы. Их труд благодарственными письмами отметила глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. Супруги Шанина ведут просветительскую деятельность для школьников. С 2010 года они шьют кители и изготавливают знаки отличия. Сейчас в их коллекции более 2,5 тысяч орденов и медалей. И около 20 копий кителей выдающихся исторических деятелей. Маркелова, Калашникова, Гагарина, Шойгу и Шаманова. А первый китель, который они сшили, был аналогом того, что носил Сталин. Свою коллекцию супруги представили в фойе ДК «Железнодорожников» в День Героев Отечества. Наша задача показать именно историю становления наградного дела российского государства, начиная с первого ордена и заканчивая последней медалью, которую сейчас выпускают, допустим, Министерство обороны. Памятная дата День Героев Отечества была установлена Государственной Думой Российской Федерации в 2007 году. В этот день чествуют ныне живущие герои Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Сегодня российские воины исполняют свой долг в зоне специальной военной операции, а волонтеры оказывают им поддержку, собирают гуманитарные грузы, делают окопные свечи, блиндажные печи, плетут маскировочные сети, вяжут носки. Их труд отметила благодарственными письмами глава Самары Елена Лапушкина. Вы удивительные люди, я благодарю Богу, благодарю судьбу, что многих из вас, доходящих в зале, не только в зале, знаю лично. И когда говорят о загадочной русской душе, прежде всего говорят о вас. Вам не нужны приказы и просьбы. Просто вы всегда делаете свой нравственный выбор и встаете на защиту Отечества. Давайте сегодня вспомним всех защитников Отечества, которые когда-либо защищали Россию, и которые сейчас, этой суровой зимой, защищают нас с вами. Пусть они возвращаются с победой. Среди награжденных и волонтер Юлия Королева рассказывает, когда началась спецоперация, просто делала все, что могла и не думала, что ее труд будет так высоко оценен. Вместе с единомышленниками Юлия вяжет носки солдатам. Говорит, удалось привлечь мастерить со всей Самарской области. За полгода они связали около 10 тысяч пар носков. Эту ситуацию, которая произошла в стране, мы не можем изменить, это не в наших силах. Что я могу делать, как я могу им помочь. Вот так мне создалась группа, вяжем для наших солдат. Каждый, каждый хотел нам помочь. Каждая петелька – наша любовь, каждой петелька – наше тепло. По словам Юлии, встречи с единомышленниками вдохновляют на новые свершения. Впереди зима, а значит работы предстоит много. Солдаты нуждаются в новой партии теплой одежды. Виктория Шара и Николай Епифанов. События. Час патриотизма в Самаре в музее школы номер 81 прошел урок мужества. Его приурочили ко Дню Героев Отечества. Эта памятная дата на территории нашей страны ежегодно отмечается 9 декабря. Ребятам рассказали о героях Великой Отечественной войны. Их имена тесно связаны со школой. Кто эти люди, узнала Ксения Баканова. Владимир Дмитриевич Феоктистов, выпускник 1941 года. Ушел в армию добровольцем. После окончания артиллерийской школы был отправлен на фронт. Погиб на Пулковских высотах 15 января 1944 года. Ученица 8-го Б-класса Софья Александрова проводит урок мужества. Девочка рассказывает о тех людях, чьи имена красной нитью вплетены в историю ее родной школы. Все они участники Великой Отечественной войны. Не всем удалось вернуться с фронта живыми. Многие героически погибли, защищая родную землю. В роли рассказчика Софья выступает уже не впервые. Рассказывает, многие исторические факты хоть и знает на зубок, однако все равно тщательно готовится. Нам помогают учителя и, конечно, наша музейная руководительница, это Ирина Федоровна. Она собирает также очень много информации. Пишем тексты, готовимся по ним. История – это что-то неотъемлемое от нашей жизни. Конечно, знать надо. И это может быть очень интересно. Урок мужества в 81-й школе приурочили ко Дню Героев Отечества. Эта памятная дата на территории нашей страны отмечается ежегодно – 9 декабря. Очень важно показывать, что история – это то, что вокруг нас, что история и люди прошлого, герои прошлого – это такие же люди обычные, которые старались, стремились ради Родины и совершали подвиги. Ну и так интерактивность тоже в истории очень важна, мне кажется. Одно чтение параграфа не даст заинтересованности и любви к предметам. Ребята вспомнили и подвиг Виталия Желнина. Он воевал стрелком-радистом на штурмовике Ил-2, совершил 102 боевых вылета, сбил пять немецких самолетов. И все с одним летчиком – капитаном Александром Гургенидзе, которого спас весной 1945 года. Волшанин Виталий Желнин около часа буксировал своего товарища к берегу в ледяной воде, за что был представлен званию Герой Советского Союза. Это удивительный человек. Он жил буквально на соседней улице. И до сих пор ребята из школьного музея, да и все ученики нашей школы, и педагоги поддерживают очень теплые, в буквальном смысле слова, соседские отношения с семьей Виталия Николаевича Желнина. Мы гордимся, что школа носит его имя. Педагоги отмечают, такой формат проведения урока называется «равный равному». Благодаря такой методике материал быстрее усваивается. Ведь лектор и слушатели в силу возраста говорят на одном языке. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. В Самарской области прошла масштабная профилактическая операция «Правопорядок». На улице вышел практически весь личный состав сотрудников полиции. Цель обеспечения безопасности граждан – предотвращение раскрытия уголовных и административных преступлений. Подробности в репортаже корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Жительница Самары Лидия Бубнова не понаслышке знает, кто такие мошенники. Женщину не раз пытались обмануть. Однажды она чуть было не попалась на уловки преступников. Я один раз чуть не вынесла деньги. Хорошо позвонила детям, а в детях не оказались дома, не в больнице. Все такое. Было такое, но потом я поумнела. Уже начала понимать, что это мошенники. И очень много названия по телефону, особенно по-домашнему. Приходится грубить даже им по телефону. В конце минувшей недели в Самарской области была объявлена операция под кодовым названием «Правопорядок». Сотрудники всех служб полиции вышли в масштабные профилактические рейды. Задача – обеспечение безопасности граждан, предотвращение и раскрытие уголовных и административных преступлений. В местах массового отдыха горожан сотрудники патрульно-постовой службы раздавали памятки с информацией о мошенниках. Мошенники обычно представляют сотрудниками банка, сообщают о выигрышах каких-то. К сожалению, получается так, что попадают в эту категорию люди престарелые, доверчивые, которые немного по-другому думают. В связи с этим постоянно мы работаем в этом направлении. Как правило, в дни масштабных профилактических рейдов на улицах города максимально увеличивается плотность нарядов госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ проверяют документы, особое внимание обращают на водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом виде. В связи с этим в рамках профилактических рейдов была также объявлена операция под условным названием «Контроль трезвости». Данное мероприятие также направлено на выявление лиц, которые будут не только управлять транспортным состоянием, опьянением, а также могут находиться в наркотическом опьянении, в алкогольном опьянении. Также могут быть лишены права управления, либо, будучи лишенные права управления, сядут за руль лишенные права управления, либо в нетрезвом состоянии. За это уже предусмотрено уголовным кодексом, соответственно, уголовная ответственность. Только за один день проведения профилактического рейда на дорогах Самары, как правило, выявляется порядка 100 нарушений правил дорожного движения. Контроль за соблюдением ПДД и патрулирование улиц и парков города ведется в течение всего года. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. В галерее «Новое пространство» открылась выставка живописи и графики «Прозрение». Автор работы – один из самых необычных и узнаваемых народных художников России Дмитрий Санджиев. Он работает в уникальной технике. Подробности расскажет Ксения Баканова. Роскошный цвет, сусальное золото и обилие драгоценных камней. Наталья Гришечкина внимательно рассматривает картину «Колыбель вселенной». Любоваться можно бесконечно, говорит женщина. В галерее «Новое пространство» она частый гость. Именно в этой части зала обычно располагается самая интересная работа. Простое совпадение или авторский ход – об этом остается только догадываться. «Ощущения невероятные. Это, конечно, зарядка, это, конечно, подпитка, это эмоции положительные, это вдохновение на жизнь. Здесь много света, много добра, много позитива». На выставке живописи и графики «Прозрение» автор работ – один из самых необычных художников России Дмитрий Санджиев. Его нередко называют мастером создания квазимиров, то есть симуляции реального мира. «Вот вы знаете, я могу сказать, что Вернадский в свое время описал ноосферу вокруг Земли, как бы одеяло, где находятся все, что люди придумали на протяжении многих-многих веков. Ну вот, видимо, я подключен к ней, и мне только стоит захотеть, и я сожжусь, беру и рисую, и все получается». В сюжетах его картин – отголоски мифов, легенд и сказаний. Художник работает в уникальной технике. Она сочетает приемы иконописи и современные материалы. «Здесь порядка ста работ – это тот случай, когда размер имеет значение, потому что они все огромные и невероятно тяжелые, поскольку значительная часть из них сделана не на холстах, а на досках. И технологически, конечно, трудно было представить все это в том порядке, в каком устраивал бы автора. Ну, я надеюсь, что мы справились с этой задачей». Независимо от возраста и интересов, каждый посетитель найдет здесь что-то уникальное и познавательное. «Я вижу наш город в этом, наш регион. Такая, знаете, вот это золото, природа. С одной стороны, это драгоценный камень, с другой стороны, это что-то необычайное и что-то про нас в общем». «Мне очень понравилась серия про родительницы Евы, которая отражает женскую энергию. Сейчас мне удалось взять интервью у мастера и спросить, что для него женщина. И Дмитрий Никитич сказал, что женщина во вселенной – это все». Выставка будет работать до 28 января следующего года. Ксения Баканова, Петр Поломеев. События. Промежуточное шестое место в таблице. Именно с таким результатом Самарские Крылья Советов закончили первую часть Чемпионата России по футболу. Команда уходит на зимний перерыв и следующий официальный матч проведет только весной. А вот в хоккейных, чемпионатах и волейбольной суперлиге сезон в самом разгаре. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Самарские Крылья Советов Хоккеисты ЦСКА ВВС продолжают выездную серию игр в ВХЛ. Накануне они встречались с Воскресенским Химиком, одним из лидеров лиги. Первый период прошел без заброшенных шайб. Затем хозяева воспользовались ошибками летчиков и дважды забили. Самарцы почти сразу одну шайбу отыграли, но буквально через несколько минут игроки Химика восстановили свое преимущество. А в третьем периоде сняли все вопросы о победителе матча. 1-4 – поражение ЦСКА ВВС. Хоккеисты Ладьи провели в МХЛ матч против Кузнецких Медведей. Уже по итогам первого игрового отрезка тольяттинцы сделали хорошую заявку на победу, дважды поразив ворота гостей. В начале второго периода разница в счете стала разгромной. Гости сменили вратаря, это немного растормошило команду и одну шайбу они отыграли. Но этого запала надолго не хватило. Игроки Ладьи два раза огорчили и нового голкипера. До финального свистка гости успели два раза реализовать большинство, но сравнять счет так и не смогли. 5-3 в пользу Ладьи. Волейболисты новые одержали вторую победу в российской суперлиге. Новокуйбышевцы в Уфе играли против местного Урала. В первых двух партиях качественная игра на блоке позволила волжанам завладеть преимуществом, которое они сохраняли до заключительных розыгрышей. На старте третьего Сета Урал сделал запас в 4 очка. Этого им хватило, чтобы закончить партию в свою пользу. В четвертой партии на площадке была равная борьба, но последнее слово осталось за гостями. 25-19, 25-22, 22-25, 25-23 и 3-1 по сетам в пользу новой. Тольяттинский спортивный клуб «Мега Лада» лидирует по итогам двух этапов чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге. Оба этапа прошли накануне в Каменск-Уральском. И в первый, и во второй день тольяттинцы были лучшими. Сначала с результатом 34 балла, а затем 31. На втором месте дважды оказалась команда из Свердловской области. По бронзе получили клубы из Уфы и Шадринска. Вторая команда из Тольятти, «Жигули», дважды заняла пятое место в командном зачете. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Школьники первых девятых классов со всей страны могут повысить свою цифровую грамотность. Говорится в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» продлится до 25 декабря. В заданиях Олимпиады моделируются ситуации, которые могут возникнуть в сети. Например, диалог с продавцом на маркетплейсе или настройка конфиденциальности страницы в соцсетях. Участники должны проанализировать каждую ситуацию и выбрать конкретный план действий. В пятницу 15 декабря в областной столице пройдет официальная церемония взвешивания и пресс-подхода с участием боксеров. Начало в 19.00. А в субботу 16 декабря состоятся боксерские поединки между спортсменами из Самарской области и Донецкой Народной Республики, сообщают в телеграм-канале Железнодорожного района. Наши регионы будут представлять мастера спорта Айгель Ходова и Ярослав Никифоров. А со стороны ДНР это кандидат в мастера спорта Екатерина Крыцула и мастер спорта Станислав Максюченко. Бои будут проходить по адресу Красноармейская, 131. Вход свободный. До окончания регистрации в конкурсе «Это у нас семейное» осталось 8 дней, информирует телеграм-канал «Октябрьского района». 18 декабря в 23.59 по московскому времени завершится прием заявок в самом народном проекте президентской платформы «Россия. Страна возможностей». За главные призы планирует побороться свыше 550 человек. Если вы хотите стать частью большого сообщества, изучить мир современных подростков, а также выиграть сертификат на 5 миллионов рублей или большое семейное путешествие, самое время присоединиться к конкурсу. Регистрация доступна по ссылке, опубликованной на экране. В телеграм-канале Департамента опеки напоминает, что для отдельных категорий граждан предоставляются компенсационные выплаты на приобретение или установку автономных пожарных извещателей. За выплаты могут обратиться многодетные семьи с детьми в возрасте до 18 лет, семьи, находящиеся в социально опасном положении, признанные таковыми постановлением комиссии по делам несовершеннолетних, а также граждане, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выплата предоставляется однократно в размере не более 3 тысяч рублей. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи!